Всем привет! Рада вас видеть всех на своем канале. С вами Алла Белочка. На днях сидела и раздумывала, что пора снять видео о всех своих начатых процессах. До конца нового года осталось меньше двух месяцев, и так хотелось бы закончить несколько работ. Честно хочу сказать, что я сама не знаю, сколько у меня всего начато. Специально не читала, не записывала, и боюсь даже смотреть на это количество. Ранее до вышивального ютуба я была рукодельница одного максимума двух процессов. Что-то закончила, другое начинаю, либо в параллель вышивала. А сейчас в этом году у меня сумбурное такое плавание по вышивке произошло. Много совместных проектов, плюс свои СП, марафоны, старты, много задора, запала. Девочки так рассказывают, когда они начинают, как все это интересно. Новые наборчики открываешь, получаешь массу удовольствия от начатого процесса и от этой схемы, ниточки. Когда все это визуально смотришь, щупаешь, все это, конечно, поднимает настроение. Но больше поднимает настроение тот момент, когда заканчиваешь работу. И подведя такие итоги, в этом году у меня очень сумбурно все получилось. Я как утопающий человек хваталась, наверное, за все подряд. Были сложности, проблемы в жизни, на работе, с вышивкой. Не знаю, мало что успевала, очень хотелось. Со здоровьем также проблемы. Ну ладно, не об этом речь идет сейчас. Очень такой суматошный год произошел. И в итоге накопилось у меня столько начатых работ. Почему? Хотела поднять настроение, чем-то отвлечься. И поэтому я вот начинала, начинала новые и новые процессы. Да, вот так все сумбурно. Я вам, как обычно, рассказываю в своих видео свои эмоции. Меня, которые переполняют. И хочется вместе с вами посчитать. Хочу сказать, наверное, легче тем, у кого 2-3 наборчика в запасах. Они наверняка точно знают, что им сейчас на данный момент брать и вышивать. До вышивального ютуба у меня также было мало наборов. И я спокойно, ни на что не отвлекалась, вышивала и смотрела разные видео своих любимых блогеров. Ну а сейчас, когда с каждым разом увеличивается моя хомящая норка, конечно, много чего хочется начать. С каждым разом, когда больше появляется новых наборов, мы хочем что-то начинать новенькое. А следующие, прежние покупки откладываются на потом. И вот так все получается. Мы все это накапливаем, как запасливые хомяки. Много начинаем. А в итоге, не знаю, мало готовых работ. Надо пересмотреть свои такие планы какие-то. Все это настроение. Надеюсь, все у меня наладится. И я стабилизирую всю свою вышивку. Все зависит, конечно, от внутреннего мира. Если в душе спокойно, и ты спокойно вышиваешь, так же один-два процесса. Если что-то хочется новизны, не знаешь, чем себя отвлечь, заинтересовать в этот момент, ты открываешь наборчики, ищешь новых ощущений, эмоций. Лишь бы отвлечься от внешнего мира, от всего отградиться просто и вышивать. Закопаться в свои наборы, начать с кучи новых наборчиков и забыть про все плохое. Надеюсь, все это у меня устаканится. И я уже буду уменьшать свои начатые процессы, заканчивать их и показывать вам свои готовые работы. Да, есть в планах еще в этом году отшить пару маленьких процессиков. Но они совсем крохи. А с этими нужно определиться, что я смогу успеть до нового года. Так как очень-очень мало времени осталось. Даже сейчас я не знаю, с чего начать. Просто беру и начинаю. Первый мой начатый процесс – это магниты «Живи со вкусом» фирма Панна. Новинка у Панны. С данным наборчиком я вступила в свой марафон «10 новых стартов». И успела отшить первый вот этот магнитик сладости с этажеркой. Пироженки разные. Это трансформер-магнит. Здесь можно эти вкусняшки переставлять местами, как угодно. И вешать на холодильник или где-то еще на кухне. Мне нужно отшить раз, два, три, четыре, пять магнитов, которые состоят из несколько частей. Все это отдельно вышивается и составляется композиция. Вышиваю я на пластиковом конве. Вырезала прежний готовый магнитик. И сейчас мне не очень удобно держать в руках и вышивать. Начала следующий очередной вышивать магнит. Небольшое начало и все. Застопорилась. А вышиваю я вот эту корзину с продуктами. В принципе, сюжетики мне эти нравятся. Планирую все закончить и украсить свой холодильник. Пожелайте мне удачи. Следующий мой начатый процесс от фирмы Алиса. Красивый небольшой осенний пейзаж с классным названием «Гости к осени». Размер готовой работы получится 21 на 17 сантиметров. Данный процесс я начала еще прошлой осенью. И да, вы не поверите, до сих пор я его не могу закончить. Не знаю, с чем это связано. Ну, скорее всего, догадываюсь. На данный момент выглядит моя вышивка так. Посмотрите. Никак все не могу закончить. В прошлом году я отшила природу. Березовую рощу с озером. Часть неба. А вот с прошлого месяца я также продолжила эту вышивку. Вспомнила, что уже пора заканчивать. Появилось осеннее настроение. Да, у меня под настроение. Зимой хочется бывает что-то летнее, яркое, а что-то зимнее, новогоднее вышивать. И вот так по временам года у меня появляется определенное настроение. Я начала строить свой домик. Таскала везде этот процесс. Этот процесс у меня был дорожный. Вышивала в машине, в поликлинике, на работе, где только угодно. Ну, как вышивала? Я часто беру два процесса с собой. Если мне не нравится вышивать один, я переключаюсь на другой. И вот постоянно переключалась на более яркий, интересный процесс. Данная работа осенний красивый пейзарчик у меня получился в долгостроях. Да, я жду от вас волшебного пинка, девочки, мальчики, чтобы наверняка закончить эту работу в этом году. Может, даже в этом месяце, так как уже последний месяц осени и пора заканчивать. Нужно выполнить здесь бэкстич, то есть дошить домик, часть зелени, скамейку, небо голубое красивое, ясное небо. Вообще, этот сюжетик мне напоминает дачу, красивый домик такой, работка небольшая, но, как видите, в долгостроях. Я уже порой даже с такой грустью смотрю и думаю, что когда же я его закончу. Жду от вас волшебного пинка, девочки, мальчики. Вот такой небольшой сюжетик, пора-пора заканчивать. Поехали дальше. Очередной мой начатый процесс от фирмы Dimensions. Лесное сияние. Красивый, на мой взгляд, замечательный зимний сюжетик. С разными зверюшками, которые собрались возле нарядной новогодней елочки. Чувствуется некий праздник, волшебство, просто сказка. Я видела отшивы на ютубе, мне очень понравилась готовая работа. И хотелось бы тоже закончить. Но пока только думаю, успею я или нет. Размер готовой работы 35 на 28 сантиметров. Вышивка на 14 айди, темно-синего цвета. Здесь несложно вышиваться, все легко и просто. Но я вечерами не могу вышивать на черной или темно-синей конве. У меня как-то слезятся глаза от того, что я подставляю лампу, например, под станок. И напряжение какое-то происходит на глаза. Не знаю, лучше я буду вышивать утром, днем, в дневное время суток, чем вечерами. Я планировала вышивать данный процесс летом. Там можно круглые сутки вышивать, когда у нас в Питере летом белая ночь. Вышивай сколько угодно. Но не получилось. Вообще у меня было не до вышивки летом. Я была вся в работе, занята. Плюс поездки какие-то, походы с сыном, которое требовало к себе внимания. Вот так, что мало вышивала. И опять у нас осень, скоро зима. Быстрее, быстро темнеет. Не знаю. Еще у меня были сложности с тем, что я сделала разметку маркером для темных тканей от фирмы Гамма. Он мне попался какой-то старенький. Или как выразиться, плохо проявлялись линии. И он быстро вообще на глазах засох и все. Я планировала покупать маркеры от Прим, которые проверены. У меня для светлых тканей есть. Но для темных я никак не могла найти. Либо забывала, когда что-то покупала. И вот так откладывала данный процесс. Одна четвертая готова работы. Лисичка с енотиком, снежок, деревья, елочку начала вышивать. И, как видите, вышиваю по цветам. Почему мне нужна разметка? Могу повышивать сейчас, например, вот эту ветвь, заснеженные деревья. Потом переключиться на зверюшек и украшать дальше свою елочку. Все под настроение. Поэтому я использую разметку. Вот такой очередной начатый процесс у меня, который тоже планирую закончить. Но вопрос, когда. Классная картина получится. Да, очень нравится. Дальше у меня есть начатый процесс от фирмы «Золотые ручки». Пицца «Поваренок» с пиццей. Посмотрите, вышивка бисером, чешским бисером на белой аиде 14-го каунта. Это мой был очередной старт в нашем марафоне «10 новых стартов». И вот такое небольшое начало. Нравится, как мне получаются здесь разные продукты. Но не всегда нравится, как ровно ложится сам бисер. Нужно постоянно поправлять верхний ряд, укладывать эти бисеринки равномерно. Так как здесь заявлено, что в набор входит чешский бисер. Но я считаю, что он не очень калиброванный, если можно так выразиться. Не одинаковый размер. Где-то больше бисеринки, где-то меньше. Замечательно вкусный такой, скажем, сюжетик, который выбрал мой сын. Так как мы в нашей семье просто обожаем пиццу. И вот на таком этапе у меня начата работа. Тоже планирую отшить. Может быть, даже в этом году. Следующий очередной мой начатый процесс – это оберег от фирмы «Панна». Исполнение желаний. Всем вам известны обереги от данного производителя. Размер готовой работы 22 на 21 сантиметра. Очень простой в исполнении. Уровень сложности – две звезды. Калибри – символ радости, жизни, счастья и исполнения желаний. Существует поверье, что вышедшая калибри может воплотить в жизнь самые заветные мечты. По этому поводу мой ребенок, сын, решил сделать подарок на очередной праздник, женский праздник, и подарил такой наборчик. Он отправился с бабушкой в Леонардо, выбрал сам этот сюжет, все прочитал, принес и подарил. Вручил с такими словами, что «Мамочка, пусть у тебя все будет хорошо». И исполняются все твои заветные мечты. Этот оберег тебе обязательно поможет. Вы не поверите, я на днях сижу вышиваю очередную вышивку. Он подходит с этой работы ко мне. Нашел же, в шкафе достал. Тихоря, и подходит, и спрашивает, «Мама, ты не забыла? Я вижу, ты совсем забыла про мой подарок». В тот момент мне стало немножко грустно, печально и стыдно за себя, что до сих пор я не отшила подарок от своего сынуля. Он мне говорит, «Может, сейчас у нас такой тяжелый год, так что давай быстрее вышивай, все у нас обязательно наладится». Я эту вышивку запялила в кюснапы, отшила здесь иероглифы, начала вышивать тюльпанчики и осталась мне самая интересная, вкусненькая. Это маленькая красивая птичка Калибри. Кстати, обратите внимание, многие знают, что не вышивают этот значок, а здесь прям мои инициалы. А, Л. Так как зовут меня Алла, две первых буквы в моем имени, я буду обязательно вышивать. И пусть данный оберег принесет мне удачу. Обратите внимание, вышивка на 14-й айде, черная канва. И сделала я здесь разметку с помощью карандашей от Гаммы. Вот такие портновские карандаши в трех оттенках. На ютубе я смотрела очередное видео, и видела, что они ругали девочки, эти карандаши. Так что мне стало немножко сейчас страшновато. За данную работу отстирается эта разметка или нет. Нужно будет провести эксперимент и посмотреть, чем же потом все это удалять. Да, грустно, печально, но посмотрим. Надеюсь, я с этим справлюсь, с такой разметкой. Так что будьте осторожны. Не знаю, многие ругают такие карандашки. Вот такой оберег со своей историей. Есть у меня очередной начатый процесс от фирмы Панна из золотой серии. Оберег Лада. Лада, богиня бракосочетания, семейного счастья, покровительница семейного чага, матерей и детей. Замечательный сюжет. Девушка, которая здесь изображена, богиня Лада, олицетворение всех матерей. У него в руках малыш, рядом красивая такая лебедушка с малышом, люлька позади, и все это на природе. Размер готовой работы 32 на 43 сантиметра. Чудесный сюжет. Это был набор моей мечты, скажем так. Я просто грезила, хотела, очень хотела заполучить данный сюжет, так как это была новинка у Паны. Раньше такой сюжет был в исполнении глазью. А в этом году вышел вышивкой, да, крестиком. Я очень грезила, хотела получить. И это называется из той серии «Вот сбылась твоя мечта, открыл, начал и отложил». Так как я посмотрела видео о благоприятных днях от Оксаны Дерезы, я решила точно наверняка для себя, что начну вышивать на 14-е лунные сутки. Все таки было. Я открыла, сделала несколько крестиков, и на этом все. Вот здесь куча, много разных зелени вышивается. На камне где-то около 300 крестиков. 16-я аида белого цвета. Небольшое начало. Начала и все это отложила. Переключилась на свои другие процессы, так как много разных совместных проектов, планов было. И вот так этот процесс у меня завис. Ничего страшного, буду вышивать в следующем году с удовольствием, так как этот сюжет мне очень-очень нравится. Следующий очередной мой начатый процесс от фирмы Лукаэс. Этой осенью я открыла для себя что-то новенькое. Набор от данного производителя. Мой единственный первый набор от Лукаэс. Осенние листья, так называется, замечательный сюжет с влюбленной парочкой, который мне напоминает первое свидание с моим мужем. Именно осенью мы с ним познакомились. Поэтому выбор очевиден. Я купила именно этот сюжет для начала. Размер готовой работы в будущем получится 25 на 36 сантиметра. Вышивка на 18-й айди. С данным процессом я принимала участие в нашем марафоне 10 новых стартов. И за короткое время мне удалось отшить небольшой участок. Часто я начинаю вышивать слева нижнего угла и вышивала серый скучный фон плюс железное черное ограждение. Потом пойдет серый мужской костюм. Тоже будет его скучно вышивать. Самое интересное – это яркий красивый наряд девушки. Яркая пышная юбка, конечно, взрыв цвета. Желто-оранжевые цвета – это нечто. Очень интересно отшить и увидеть вживую готовую работу. Девочки сбрасывали мне ссылку. Но когда увижу свой результат, конечно, будет в сто раз интереснее. Замечательная работа. Но с ней продолжу я заниматься в 2018 году. Дальше. Всем вам известная восточная красавица. Чудесные иглы. Бриллиант души моей. Размер готовой работы получится 32 на 40 сантиметров. Данный процесс у меня также завис. Скорее всего, я пересмотрела разные видеоотчеты, а также видео о готовых работах с этой девушкой. И поэтому на время у меня пропал интерес. Да, всё так и сложилось на самом деле. Отшиты у меня половина, даже большая часть, скажем так, так как мне осталось дошить голову, красавице, лицо, и пришить разные украшения. Камушки, манисты, стразы, пайетки, бусины, бисер. То есть ожерелье замечательное, изумрудное, красивое ожерелье. Всё это классно смотрится, я видела. Но на время потеряла интерес. Очень много вышивали эту девушку. Поэтому я вот так застопорилась с ней. С ней я принимаю участие, если ещё принимаю, в совместном проекте от Оксаны Деризой «Женский образ» или «Красота спасёт мир». К сожалению, застопорилась. Не знаю, что со мной творится в этом году. С одного на другое прыгаю, отвлекаюсь, и вот так получается всё. Ладно, повешу я на стенку те превью набора, которые мне нужно срочно заканчивать. Буду каждый день смотреть, просыпаться. Утром не смотреть, что мне нужно дальше вышивать. Нужно строить планы до Нового года, это точно. Царь зверей, лев со своей львицей. Рождённая свободными. Так называется этот замечательный сюжет с классными дикими кошками. Фирма «Панна». Очень нравятся давно мне эти львы. И этот наборчик давно в моих запасах находится. Но постоянно почему-то я переключаюсь на другие процессы. Посмотрите, только вдумайтесь на звание «Рождённая свободными». Можно долго мечтать, философствовать на эту тему. Как бы хотелось бы вместе с этими львами оказаться на природе. Поваляться в зелёной травке. Подёргать льва за шикарную красивую гриву. И забыть о всех заботах и хлопотах жизненных. Рождённая свободными. Чувствуется некая свобода, когда я смотрю на этих львов. Они непринуждённые. Охотятся и живут в кайф только для себя. Ну, конечно, это же царь зверей. Самый главный лев в саванне. Это точно. В марафоне 10 новых стартов я немножко повышевала. Незначительное продвижение. С левого нижнего угла начала. И вот такой участок появился на конве. Даже смотрю на этот участок, вижу, как красивая грива колышется, качается дуновение ветра. Так здорово проработана цветосимольная схема. Мне очень нравятся схемы у панны. С удовольствием по ним вышиваю. Да, здесь с одной стороны много разных коричневых оттенков. Порой я знаю, что мне наскучит вышивать эту работу. Но я буду смотреть чаще на превью набора и представлять уже законченную работу. Тем самым, надеюсь, быстро будет продвигаться данный процесс. Или повешу превью набора на стенку. Каждое утро буду просыпаться, смотреть и буду знать, что нужно вышивать и вышивать. Чтобы увидеть вот этих красавцев в готовом результате. Вот такие классные львы от фирмы Панна. Еще один бисерный процесс от золотых ручек. Лейла. Красивая восточная девушка, которая мне безумно нравится. Смотрите на ее длинные классные волосы, яркое платье. Ну просто красавица. Размер готовой работы получится 31 на 51 сантиметр. 23 цвета чешского бисера из серии Востока. Вышивка на 14 айде. Конва с люрексом. Посмотрите, какая красота здесь. Все блестит, сверкает. Я думаю, камера все это передаст. Вот такое небольшое продвижение у меня. Знаете, почему я приостановилась с этим процессом? Все очень просто. Когда я последний раз вышивала, я удобно расположилась. Разложила перед собой все контейнеры с бисером, подписанные. И неожиданно моя муся, рыжая бестия кошка, заскочила на стол. Она на пол все свалила. У меня все оттенки бисера перемешались. На тот момент у меня пропало настроение, не было желания все это разбирать, сидеть все 23 оттенка. Вот представьте, какая-то муторная, нудная работа. Я не раз уже это все проделала. Но на тот момент у меня не было просто сил. Я собрала все это в розовый пакетик и отложила благополучно в шкаф. Все. У меня пропало настроение, желание. Я переключилась на другую работу. Очень жаль, да. Очень-очень жаль, так как в этом году я планировала ее закончить. Хотя, кто знает, вдруг у меня это получится. Если взять основной процесс, плюс потихоньку вышивать эту Лейлу. Может, у меня все и получится. Много планов, много есть работ, которые я хотела бы закончить в этом году. Но не знаю, как получится. Все зависит от вдохновения, свободного времени, настроения, здоровья. Все это взаимосвязано, девочки, конечно. Получается очень красивое, яркое платье. Посмотрите, даже ярче, чем на превью набора. Она светлее, ярко-красная, а там бордовые узоры. Арка такая золотая. Ну, все там проработано, сделано. Видела готовые, отшитые варианты на ютубе. Дарья Савинчева. Рисую ниточкой. Она закончила эту девушку в прошлом году. Вышивала на руках. Я также вышивала ее на руках. Но хочу попробовать вышивать на станке. Так как у меня они все заняты, не знаю, буду думать, планировать, что с этим делать. Может, продолжу вышивку на руках, а может, и на станочек запялю эту канву. Самое главное мне разобрать весь бисер. Не все так плачевно страшно, конечно. Просто нужно сидеть и это все разбирать. А это очень долго и нудно. Ради такой красоты нужно постараться. Пожелайте мне удачи и огромного вдохновения на создание такой красоты. В своем марафоне я начала очередной новый старт. И это были розы от Золотого Руно. Красивая цветочная панель размером 13 на 45 сантиметров. Дизайн называется розовый аромат. Небольшое продвижение за два с половиной дня. Вот такое начало. Здесь фон легко быстро вышивается. А с розочками мне пришлось повозиться. Очень большое такое смешение разных значков на схеме. Во-первых, черно-белая схема. И трудновато мне показалось вышивать эти розы. 16-ая ида, светло-бежевая канва. Интересный, красивый сюжет, дизайн. Который также планирую свое время закончить и любоваться готовым результатом. Следующий мой начатый процесс от фирмы Риолис Премиум. Всем вам известный пастораль. Размер готовой работы 40 на 50 сантиметров. Дама с кавалером на свидание в окружении ярких, красивых цветов. Замечательный дизайн, который мне очень-очень нравится. С ним я вступила в совместный проект от Светланы Рукоделия. Музейная коллекция. Сделала несколько крестиков и, к сожалению, благополучно отложила в долгий ящик. Почему и с чем это все связано, постараюсь вам объяснить. Мне нравятся цветные, либо цветосимвольные схемы. С удовольствием по ним всегда вышиваю. Но посмотрите, какая здесь мешанина значков. Я начала вышивку именно с этих цветов, с левого нижнего угла. Я просто здесь запуталась. Здесь по 2, 3, 4, 5 крестиков нужно делать. И плохо видны линии клеток. Нужно взять отдельно яркий стержень, прочертить это все для себя, настроиться на этот процесс и продолжить вышивку. На тот момент у меня было много планов и порой мало свободного времени было, а хотелось больше повышевать. Я с этим сидела, возилась и думала, что я теряю время. Я сейчас за это время бы другой дизайн больше бы отшила. Так что постоянно откладывала, переключалась. И вот так получилось, что решила, когда у меня будет настрой, много свободного времени, я опять вернусь к этому процессу. Вот такая мешанина. Здесь сложные моменты, на мой взгляд, это цветы, лица. Вот такая вторая часть. Фон вообще легко вышивается. Просто бери иголку, хоть за какими глазами вышиваю. А здесь нужно просто сосредоточиться и настроиться на данный процесс. И мои небольшие продвижения. Вот так все это выглядит. Не хватило, скорее всего, у меня, честно, терпения на этот процесс. Так что отложила. Очередной начатый процесс. Подушка-белочка от Панна. Размер готовой работы получится 35 на 41 сантиметра. Клевая, классная такая красивая белочка. Она мне очень-очень нравится. Отошью, оформлю и будет мне напоминать, а также символизировать название моего канала. С ней я участвую в совместном проекте «Подушка-мания». Организаторы Анна Эл и Елена Кошатница. Из-за марафона 10 новых стартов, к сожалению, я данный процесс отложила на некоторое время. Но сейчас продолжу вышивку. Покажу, на чем я остановилась. Отшиты у меня зеленые листики, плюс спелые красные ягодки. Ранее я думала, гадала, что же это, ягоды или орешки. Девочки написали в комментариях, что очень похоже на ягоду бруснику. И, скорее всего, я соглашусь с вами, так как больно они красненькие для орешек. Вот такая белочка. Нужно заканчивать, вышивать, оформлять. Все у меня уже готово, задник есть. Очень хочется успеть все сделать в этом году. Дальше. Есть у меня еще один начатый процесс от Матрёнь Пассат. Данную вышивку нужно будет оформить в шкатулку. Классная идея у этого производителя, но есть также при всем минусы. Радужная лягушка с хомяком и перстнем вышивается на конве с нанесенным рисунком. Это вышивка в смешанной технике. Вышивается крестиком и бисером, а также выполняется местами сам бэкстич. Вот так выглядит сейчас моя работа. Начала я вышивать красный яркий фон и на этом приостановилась. Почему? Все вы знаете прекрасно конвуз с нанесенным рисунком от Матрёнь Пассат. Есть небольшое смещение рисунка по клеткам. Поэтому процесс стал немного напрягать. Нужно будет ориентироваться под схеме, подсматривать сюда и все просчитывать, чтобы не ошибиться. Отошью сначала, скорее всего, все крестики, а потом начну пришивать бисер. Надеюсь, у меня в будущем получится очередная красивая новая шкатулка. В рамках СП «Любимый Дименшенс» я продолжила свое участие с садовым бьером. Очень красивый яркий дизайн с восточной культурой. Размер готовой работы 40 на 25 сантиметров. Вышивка на 18 айде. С тех пор, как я показывала в итоговом видео, свои небольшие продвижения я также ненамного продвинулась. Работа очень такая кропотливая, на самом деле, так как здесь много разных мелких деталей. Например, вот эти цветы вышиваются 5-7 крестиков. Нужно потом сразу менять ниточку. И скоро у меня появится белоснежный красивый белый павлин. Здесь также очень много бэкстича. Я решила его чередовать с крестиками. Так будет проще мне. Раньше я часто вышивала полностью картину, а потом искала, где нужно сделать бэкстич. И, поверьте, задача не из простых. Решила делать так для своего удобства. Сделала бэк на лебедях. Здесь его тоже очень много. Где кувшинки, вот водоем такой. До конца еще не дошила в кругу. Вот где калибри, бабочки и вот эту красоту из цветов. Тоже бэкстич. На схеме, если посмотреть, очень много. Сейчас я подвернула схему. Это только первая часть. На второй части тоже много. Мостик, люди, фон, природа. Все. Куча разного бэкстича. Интересный процесс, на самом деле. Также нужно будет кординг выполнить металликом. Красиво получится. Мне нравится сам процесс и то, что получается. Я буду рада, когда я его закончу. И горда тем самым. Так как не скажу, что сложно, но и нелегкий этот процесс на самом деле. Очень здорово получается. Мне нравится. Надеюсь, у меня все получится. И очень надеюсь успеть до конца нового года. Нужно точно определяться, с какими процессами я хочу попрощаться в этом году. Скорее всего, это будет также с Аду Вера в том числе. И совсем недавно я вам показывала, что начала вышивать новогоднюю феечку от Эмпо Студия. Это новинка у этого производителя. Размер готовой работы на 18-е Аиде 35 на 25 сантиметров. Решила здесь сразу заменить основу на канву от Гамма. Канва с люрексом. Очень красивая, нарядная, блестит, сверкает, празднично смотрится. Очень подходит к такому новогоднему сюжету. Мои небольшие продвижения в марафоне. И все на этом. Я так и не притронулась больше к данной вышивке. После марафона решила вообще устроить себе небольшой перерывчик от вышивки. Отдохнуть. Сейчас я соскучилась с новыми силами. Хочу продолжить, конечно, вышивать этот дизайн. Планирую дошить до нового года. Все успеть сделать. Так что, надеюсь, у меня все получится. Еще один новогодний сюжет. Это новогодние игрушки от фирмы «Сделай своими руками». Размер каждой игрушки 6 на 6 сантиметров. Я тоже участвовала с этими игрушками в нашем марафоне. Так, успела отшить три игрушечки. Вышивка на пластиковой канве мне очень нравится. Вышивала в сентябре. В октябре, к сожалению, так и не отшила больше игрушек. Сейчас все нужно обязательно все наверстать и украсить потом свою новогоднюю елку. Вот таких два сюжетика. Обязательно буду их вышивать в первой очереди. Итак, пора подвести итоги, узнать, сколько всего начато. Провела я такую ревизию, все посчитала и готова вам озвучить. Всего у меня начато 17 процессов. Лично для меня это большое количество, которое становится в последнее время в напряг. Нужно что-то с этим делать. Постепенно данную красоту превращать в шедевры, в картины, магниты на холодильник. Так, нужно за себя взяться. Девочки, ничего не буду обещать. Буду ли я начинать новый процесс какой-то. Но до конца года я хочу повышивать некоторые из этих сюжетов. Мне очень интересно, что бы вы взяли и дошили в этом году. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Тем самым вы поможете мне сделать правильный выбор. А на этом все. Буду с вами прощаться. С вами была Алла Белочка. Желаю вам хорошего настроения, вдохновения и массу свободного времени на наше любимое рукоделие. До новых встреч. Всем пока-пока.